на библейский портал экзегет пришел вопрос что значит намолена икона можно ли намолить икону вы знаете есть иконы памятники которые дороги нам потому что они участвовали были свидетелями каких-то великих событий или общение с богом или с матерью божью великих святых но намолена икона наверное это то что отсылает нас не к тому что человек совершил над этой иконой как-то особенно помолился и поэтому она стала какой-то особо чудотворной а к тому что бог не объясняя нам причины выбирает иногда на земле не какие-то вещи какие-то святыни какие-то иконы через которые действует более открыто и более явно почему так происходит мы не можем объяснить почему вот матерь божия выбрала эту икону которая но не является допустим шедевром с точки зрения живописи но почему-то вот именно через эту икону явлено очень много чудес а через такую жили даже более древние более красивую нет мы не знаем мы только знаем что эти чудеса не от иконы они от матери божией поэтому прежде всего любая икона должна возводить нас к общению с тем кто на ней изображен но бывают иконы просто как откровение которое написал человек святой жизни праведной вот человек написал икону матери божией и если он хорошо знал пресвятую богородицу глубоко ей молился и знал какова она через эту молитву то такой человек может написать икону на которой всем остальным будет очень хорошо молиться знаете я однажды разговаривал с одним священнослужителем священнослужителем сотрудником овцс который еще в 90-е годы в нулевые очень много ездил по западной европе общался с разными священнослужителем монашествующими католиками в основном и он мне сказал отец федор у них у всех в кельях висят репродукция или троица андрея рублева или владимирская или какие-то византийские иконы сербские может быть спас новгородский нерукотворный и когда я их спрашиваю почему у вас вот тут вот есть там тентарета да тут у вас там пентурики зачем вот тут микель анджело тут леонардо они мне все отвечают примерно одно и то же они говорят вы знаете размышлять над событиями священной истории хорошо глядя на эти картины а молиться глядя на них невозможно все время отвлекаешься а вот когда ты глядишь на икону настоящую восточную вот тогда тебе легко молиться мы все это поняли и когда я был в риме это было там 13 лет назад действительно в очень многих храмах меня поразил это на аналоге посредине храма между вот всеми вот этими сохранившимися шедеврами где очень много имен первого и второго ряда эпохи возрождения или после или более поздних там лежат тоже репродукции византийских или русских икон вот потому что перед ними легко молиться это с одной стороны более адекватный аскетичный правильной молитве стиль который больше помогает а с другой стороны это ли обычно репродукции кон через которых по милости божией или матери божией и святых каким-то чудесным особым образом явленных такое вот присутствие который не явленно через другие иконы это их воля мы просто узнаем это волю и бежим туда где она явилась внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео